Первое модульное амбулаторно-поликлиническое отделение клиника диагностического центра здоровья открыли при стационаре на Днепровском. Здание из легких тонкостенных конструкций возвели всего за три месяца. Экскурсию по новому филиалу для городоначальника Виталия Кушнарева провел главный врач лечебно-диагностического учреждения. 17 консультативных кабинетов оснащены по последнему слову техники. Также руководителя городской администрации познакомили с работой кабинетов ультразвуковой и функциональный диагностик в новом модуле, после чего делегация отправилась в круглосуточный стационар на 120 коек. Приоритетные направления работы которого – оперативная урология, рентгенно-эндохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, кардиология и гинекология. Здесь проводят более 10,5 тысяч высокотехнологичных операций в год. С 2014-го в том числе и с помощью роботической хирургической системы «Довинчи». Движения хирурга передаются роботу, обеспечивая максимальную точность. Каждый этот джойстик имеет в разы большее движение, чем может сделать хирургическая рука. За счет этого уникальность происходит и операции, и малоинвазивность. То есть я наношу меньше в разы травму, чем я это делаю руками. Комментируя открытие нового модуля, Виталий Кушнарев особо отметил прилегающую к нему благоустроенную территорию. Свежая зелень и редис собственной грядки. Вот уже месяц Яна торгует на стихийном рынке в центре города. К регулярным рейдам проверяющих инстанций привыкла. Я понимаю, что у нас есть рынки, у нас есть все, но там очень много требует документов. Там надо все проходить, СС, справки о том, откуда этот товар, что, как, почему. Очень много оплаты. Я, допустим, не могу себе позволить зайти в рынок и заплатить тысячу рублей за один день, потому что я просто столько не зарабатываю. Но заплатить все же придется. За торговлю продуктами питания без документов административный штраф от 500 до 1000 рублей. А сама продукция подлежит утилизации. Недобросовестная конкуренция. Им надо продать свою продукцию. Мы должны тоже, конечно, получать свою выгоду. Мы должны платить налоги. И в конечном результате страдает государство. Потому что вот с этого, с инстанционированной торговли, они никаких доходов не получают. Все эти деньги оседают в карманах. И все эти предприниматели знают, но, тем не менее, они вынуждены платить. И вот таким образом этот процесс осуществляется. Конечно, его надо искоренять. Незаконная торговля у центрального рынка идет бойко. Цены ниже рыночных привлекают ростовчан. Пускай торгуют, но чтобы до собой убирали. А так, конечно, удобно очень. Тут остановки, транспорт, людей много ходит. И им, как говорится, хорошо, и нам хорошо. Посмотрите сами. Он хоть и маленький, но она свеженькая, все молоденькая. Вот, посмотрите. Что ж плохое, что ж? Мусор в местах несанкционированной торговли – полбеды, говорят проверяющие. Овощи и фрукты могут быть небезопасны для здоровья. Где и кто их выращивал, как хранил и транспортировал – неизвестно. Была выявлена продукция. Сыр домашнего приготовления – 10 килограмм 800 грамм. И сметана – 3 килограмма 900 грамм. Данная продукция была без ветеринарных сопроводительных документов. И согласно законодательству ветеринарного, мы данных граждан привлекаем к административной ответственности. Семь протоколов об административном нарушении – не предел. Рейды по пресечению несанкционированной торговли на улицах Ростова будут проводиться ежедневно в разных районах города. Это экспериментальная установка фотобиореактора с микроводорослями. Для нее мы определяем параметры очистки, скорость роста микроорганизмов и количество кислорода, которое генерируется в сутки. Над проектом фотобиореактора Павел Ермаченко работает около четырех лет. В команде еще несколько стартаперов. Сначала устройство планировали внедрять в промышленных целях, но изобретение усовершенствовали и теперь оно доступно для локального использования. Наша цель – создать продукт, не требующий особых инвестиций и вложений, но позволяющий минимальными усилиями создать комфортную здоровую среду. Экспериментальная установка фотобиореактора с микроводорослями готова. Сейчас разработчики проводят тестирование модели. В конечном итоге установка будет выглядеть более эргономичной, что позволит вписать ее в любой интерьер. Устройство, по заявлению изобретателей, помогает снизить риск возникновения респираторных заболеваний и в первую очередь станет актуальным для использования в медицинских и детских учреждениях, офисах, а также частных домах. Исследователи называют ее настоящей панацеей. Она защищает от рака, способствует снижению веса и лечит аллергические заболевания. Павел – резидент промышленного каворкинга «Гараж», где вместе с другими учеными работает над проектом. Производство фотобиореактора будет проходить на базе мастерских каворкинга. Здесь для этого есть все необходимое. Разработка уже вызвала интерес у потребителей, изобретатели получили свой первый заказ и скоро в Донской столице можно будет увидеть готовые установки фотобиореакторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова